Уважаемый президент Республики Казахстана, Касым Жумат Кемилович, обращаюсь я к вам с большой просьбой. Абдуллаев Азин, на меня три раза было рейдерство. Это первый раз в 2009 году, второй раз в 2013 году, третий раз в 2016 году. У меня на всех три объекта у меня забрали 50%. В этом рейдерство участвовал Булат Назарбаев, его сын Нурбол, Булат Каспаев и Шалин. На Алматы стекло завода работает 400 человек. У нас общежитие, там живут 120 человек. У меня завода ресурс еще на три года хватит. Надо строить вторую печь, для этого надо финансы. А мы куда обращаемся, когда увидят, что фамилия Назарбаева, никто не хотят нам помогать. Иностранцы приехали, немцы, итальянцы, они тоже, когда видели фамилию Назарбаева, они все отказывались помогать нам. Я обращаюсь, чтобы там, чтобы содержать это количество рабочих, 400 человек, чтобы нам возвращали в судебном порядке мои объекты. То Шалкар, то торжества Бахар и Алматы стекло. Меня зовут Касамова, имя Славовна. Уважаемый Касамжимар Кемельевич, обращаюсь к вам. Прошу вмещаться в данную ситуацию. Помочь нам, бизнесменам, прошу принять нас. Уважаемый Касамжимар Кемельевич, как граждане Республики Казахстан, мы уже знаем справедливость и закон для вас как священные слова. Мы видим, слышим и ощущаем это практически сегодня повсеместно. Это не может нас не радовать. Просим вас взять на контроль вот вышеуказанное, сказанное вот это дело. Обращаюсь, мы управляем на закон, надеемся на справедливость и верим в нашего президента. Спасибо. Уважаемый Касамжимар Кемельевич, вы всегда выступаете за защиту бизнеса и тотальную борьбу с рейдерством. Мы, здесь собравшиеся, бизнесмены, потерпевшие по рейдерству от ОПГ Касаева, обращаемся к вам. Мы, бизнесмены Казахстана, просим принять нас на личном приеме у вас, уважаемый президент, Касымжимар Кемельевич. В этой части прошу мое выступление принять как официальное обращение. Отклонение кассационного протеста в отношении моего супруга развязали руки рейдерам. Нами официально получен ответ от городского суда города Алматы, согласно которого сотрудник генеральной прокуратуры Кемерлана Дилхана во время очередного приема представителей рейдеров 5 апреля 2023 года в стенах генеральной прокуратуры выдал решение следственного суда о наложении ареста и о запрете пользования долями. Данное действие противозаконно. Именно эти доли получили рейдерским захватом Аббижанов и Томанаш в процессе преступной деятельности ОПГ Касаева. Данный документ является тайной следствием, а Тимирлан Адилханов – ненадзорный и непроцессуальный прокурор. Напомню, что именно Касаев и Льдос до сих пор являются 60% владельцем доли в нашей компании через своего бажута нашего Тимура. После получения постановления представители рейдеров, восстановив срок, обратились в апелляцию, где моментально было отменено совершенно законное и обоснованное постановление о следственном суда. При этом нас даже не пригласили на данное судебное рассмотрение, нарушив наши права. И тут же прокуратурой города Алматы опротестовано решение следственного суда. Цей факт является нонсенсом, так как ОПГ Касаева причинен ущерб в 4 миллиарда 600 миллионов тенге нашему проекту «Исинтай-сити». Также расследуются и другие факты хищения в компании. То есть следствие в обеспечении удовлетворения исковых требований нас, потерпевших, накладывает арест на захваченные доли рейдерами и на возможность распоряжаться ими, чтобы рейдеры до конца не разграбили проект и обокрутили нашу компанию. А прокуратура города, не соглашаясь с указанным совершенно законным постановлением, вносит протест, тем самым давая возможность рейдерам через своих доверителей и дальше грабить наш проект. Под угрозой находятся 192 дольщика, которые из-за хищения ОПГ Касаева до сих пор не могут получить свое жилье. Такие сложенные действия представителей закона и рейдеров не что иное, как новый рейдерский захват нашего бизнеса. Наложение ареста на сами доли и на распоряжение ими – необходимая мера для восстановления наших законных прав собственности. Считаю, что данное незаконное действие сотрудника Генеральной прокуратуры Кемерлана Адилханова должно быть рассмотрено Департаментом внутренней безопасности Генеральной прокуратуры. Я, Мельникова Елена, являюсь законной владелицей туристического комплекса «Марина Клав», а на сегодняшний момент мне принадлежит мизер – 18% доли, так как в 2021 году группой рейдеров в лице Йохана Новаковского по прозвищу «Дядя Ваня» Шалина Руслана и Машева Ерлана, Кудряшова Оксаны, Куспаева Эльдоса, Кузнецова Алексея была захвачена наша доля в нашем бизнесе. ОПГ Куспаева обманным путем и угрозами для нашей семьи и жизни нашей семьи завладели 82% доли и забрали у нас 360 тысяч долларов. После нас просто выкинули из комплекса «Марина Клав». В ФМ было заведено уголовное дело по факту лишения нас туристического комплекса, но заместитель прокурора города Алматы Олгамбаев, явно поддерживая рейдеров, дал письменное указание 4 апреля 2023 года о прекращении уголовного дела в отношении рейдеров, полностью доказанного за 10 месяцев следствия. А эти рейдеры уже третий год держат нас и нашу семью в страхе. Рейдеры в июле 2021 года захватили силой и угрозами наш комплекс «Марина Клав» и получили доход в 700 миллионов тенге, скрыв 199 миллионов тенге от налогов. С момента указания заместителя прокурора города придало новый импульс рейдерам, которые последние две недели терроризируют нас, размахивая этим постановлением и пытаются выгнать нас из нашего бизнеса. Могу сказать, рейдерство продолжается с полной поддержкой городской прокуратуры города Алматы. Еще хотела добавить. Прокурор Ауганбаев говорит, что мы не доказали, или следствие не доказало, что мы прятались с детьми, что нам угрожали, что нас просто выкидывали с бизнеса, не пускали туда. Я не знаю, какие доказательства прокурору нужны еще для того, чтобы этому делу дать ход. Вы хотите его спустить на гражданское правовое, но неужели все, что мы пережили, это можно решить в гражданском порядке, что пережили наши дети, что мы заняли деньги у людей под большие проценты, вложили туда. И мы сейчас это все отдаем проценты, содержим детей, содержим своих родителей. И откуда нам это все брать, потому что нас туда не пускали. Хочу еще добавить, что мы хотим завести уголовное дело по вымогательству, которое 18% хотели они у нас изъять. Угрозами, я вам еще раз повторяю, мы были вынуждены всей семьей собраться и уехать на два месяца, пока эти рейдеры не бежали за границу, когда прошли январские события. Также Имашев Ярлан мне угрожал тем, что он посадит моего мужа, как Алмаз Ак-Дегапарова, и я перепишу все эти 18% на него, и никуда я не денусь, и это будет в течение трех дней. Если мы не примем решение, это все произойдет, что ему подкинут что-то или за что-то его схватят, и что у них все схвачено везде, и никаких проблем с этим не будет, чтобы его посадить. Прокурой я хочу еще попросить о том, что спросить, что нужно должно было произойти, должны были кого-то убить или кого-то похитить.